Запись запустил. Друзья, я включил запись, это означает, что наша конференция, наш вебинар номер один осенней сессии начинается. Московское время 16 часов, 0,4 минуты. У нас выступает Анатолий Иванович Климов с докладом о программе Европейского Союза по холодному синтезу, который они стыдливо назвали CLEAN HME, Hydrogen Metal Energy. Слово «холодный синтез» убрали для того, чтобы не злить каких-то людей, которые не очень это приветствуют. Толь, сколько тебе времени нужно? Ну, я думаю, полчаса, наверное. Почему так мало? Но если даже побольше, будет лучше. Больше давай, конечно, минут 40 как минимум. Друзья, значит, минут 40, а то и час. Вот Анатолий Иванович нам расскажет об этом очень важном деле. И о паре, там, тройке докладов, которые были, которые обозначали основные достижения на текущий момент в холодном синтезе. Можно будет задать вопросы потом. И еще кое-что скажем. Спасибо. Толь, начинай. Уважаемый, какой взгляд? У нас сейчас после нашей конференции, которая прошла, значит, в летний период, значит, сейчас появилось, по сути дела, два произошло важных события. Появились вот НАСА, да, два сайта, которых, вот, Цветков Сергей мне помог разыскать. Спасибо ему большое. Это первый, это сайт НАСА, в котором они провели свое такое последнее, значит, сборище, митинг, в котором участвовали и департамент по энергии, и департамент, значит, по НАСА, значит, ну все, и Аэрофорс, естественно. Значит, это вот было сделано некие конклюжен, заключение, значит, оказывается, значит, вот, дурили нас, значит, в течение десяти лет, а в течение десяти лет, значит, они активно проводили свою программу в области, вот, холодного синтеза Леннер, значит, и сейчас уже, вот, вывалили, значит, вот, некую новую программу, которую, значит, это уже американская программа, государственная, в которой, вот, ну, Леннер, слово убрано, так же, как вот и у европейцев, значит, называется, сейчас это новое направление, значит, лайтис, конфайнмент, фьюжн, то есть, в общем, вот, некий решеточный такой синтез, который происходит в твердом теле, значит, материалы готовит Нобелевский комитет, по это вот, по механизму, прикладные вещи на этом совещании не обсуждались, но это мы с вами будем обсуждать, вот, я думаю, через недельку более подробно, Валерий Николаевич обещал подготовить доклад, вот, а второй вот доклад, который, второе событие, которое произошло очень важное, здесь, вот, вы видите, значит, это Клин ХМИ, вот, аббревиатура, который расшифровал вам Валерий Николаевич, значит, вот об этом событии я расскажу более подробно сегодня, ну, чтобы не забыть, я все-таки напомню, что мы готовим выпуск, вот, вот, Саша Пархонов Александр скажет, что поторопит участников готовить, значит, презентации в виде докладов, они будут опубликованы, пять-шесть случаев докладов, я звонил Кузнецу, президенту район, значит, он сказал, что они очень заинтересованы, нужно, чтобы вот эти пять-шесть докладов, которые, значит, комиссия наша отберет, будут опубликованы в Вестнике район. То есть, и для нас это важно будет событие, и для них в том числе. Теперь перейдем, вот, уже непосредственно к теме нашего семинара, вот, Валерий Николаевич его в своем сообщении обозначил, я, по сути дела, ничего не изменял. Вы видите, что 23-25 сентября довольно свежее событие в Польше, в Щецине, значит, вот, в университете, значит, Щецина произошло кик-офф-митинг, то есть это стартовый митинг, значит, на котором, вот, вы здесь за столом видите, и, вот, президент, значит, ядерного общества и другие военные персоны, вот, в частности, ну, сейчас я скажу, вылетел из главы, вот, значит, ну, естественно, все было, так сказать, как у нас, это смешанное, значит, совещание, и удаленка была, и в этом семинаре, значит, здесь обозначен, значит, вот, Бибермана, к сожалению, вот, значит, я, к сожалению, забыл его фамилию, Челани был на этой конференции, все остальные были выступали, да, вот, Руер был, значит, все остальные выступали удаленным образом, значит, презентации вы можете найти вот на этом сайте, который внизу имеет состав участников, вот, я внимательно изучил все доклады, значит, прослушал, поэтому, значит, решение, конечно, осветить подробно все доклады, так сказать, это, наверное, и не нужно, значит, вот, мое мнение будет о тех важных вехах, которые затронули вот четыре всего автора, это, вот, некий молодой человек из Финляндии, значит, Петр Хагельстейн сделал очень хороший обзорный доклад по истории, вот, уже физики, вот, Леннер, Касаги, ну, это величина номер один в Японии, вот, новая звезда в Канаде, это, видимо, наш соотечественник Димитр Александров, так сказать, вот, он сделал хорошую установку, сделал хороший доклад уже, так сказать, он и на 22-й конференции, вот, по холодному синтезу в Италии выступал, и сейчас он продолжил вот выступление. Это вот, здесь имеются некие такие подсказки, вопросы ключевые, которые мне хотелось бы превратить наш семинар скорее в совещание и обсуждение, значит, мне очень важны ваши будут, ваше мнение, значит, насколько они расходятся с моими. Значит, ну, начну я с самого простого, значит, вот, некий молодой человек, вот, Пекко Пеллио, Пеллио, что ли, я не знаю, как точно, значит, из университета Финляндии-Перку, значит, делал обзор своего, значит, вот, гранта, который они получили от Еврокомиссии, значит, ну, финансовую сторону, значит, к сожалению, она недоступна, но мы знаем, что есть в других источниках, что средний размер гранта, который, а их всего там разыгрывалось около 10-15 грантов, Еврокомиссия, значит, утвердила, выиграли. Размер средний вот одного гранта, это приблизительно 10 миллионов евро на три года. Ну, в общем, ни в какое сравнение не идет с нашим финансированием в РФФИ. Вот, значит, команда вот в этом Гермесе, она состоит, как вы видите, из представителей различных университетов, в основном все это молодежь, то есть опыта, я понимаю, что Венер особого они не имеют, вот, ну, энтузиазм и желание, наверное, есть. Вот из наших, по-моему, вот здесь Александр Бондаренко, почему на конце А, не знаю, значит, ну, вот, вот все. Аббревиатура тут тоже не очень мне, ну, хотя вот Imperial College в Лондоне, ну, известная вещь. Значит, что, в чем их основная платформа, чего они хотят, вот в этом, значит, по сути дела, в гранте исследовать. Это реанимировать, по сути дела, с новых позиций, прежде всего, с использованием новейшей диагностики, вот, эксперименты, а-ля, вот, те, которые были в начале, значит, развития, вот, истории Леннер, сделаны флешманом и тонцем, значит, то есть это, прежде всего, будет электролитической ячейкой, которая будет... Значит, мы, поэтому, вот, все-таки акцент сделаем, компоненты на более дешевые, от Дейтерия к Водарову до перейти, от Палладия к Никелю. Алло. Алло, что-то у меня сорвалось. Алло. Алло. Валер, ты слышишь меня, нет? Алло. Алло. Я тебя слышал, но что-то, что-то почему-то... Сейчас ты меня слышишь? Нет, мы хорошо слышим, я хорошо слышу, но пропал большой экран. Сейчас сделаем. Все, могу продолжать? Да, продолжай, пожалуйста. И сейчас обращаю... Толя, еще раз обращаю твое внимание, что немножко у тебя почему-то приглушен звук, поэтому, пожалуйста, обращай на это внимание. Спасибо. Ну, я говорю достаточно громко, не знаю. Вот сейчас лучше, сейчас лучше, да. Значит, итак, вы видите, это ревизия эксперимента Флешмана Понса, значит, замена на более дешевые компоненты, значит, Палладий на никель, Дейтерий на водород. План Б у них – это изучение изотопных эффектов вот в электрокаталитической ячейке. Что это такое? Никакого разъяснения не дано. Вот, ну, за семью за весами. Значит, вот, о чем они утверждают, что, значит, в ранних работах вот у Флешмана Понса было, значит, показано, что насыщение Дейтерием должно быть достаточно высокое, и плотности тока в ячейке должны быть достаточно высокие. Об этом я немножко ниже буду говорить. Ну, и высокий поток вот ионов Дейтерия должен выдерживать вот этот Палладий электрод. Значит, это вот было, значит, особо отмечено, уделялось этому вниманию. Вывод вот такой сделал Маккубри еще в 2014 году, значит. Вот. А Гермес, по сути дела, дополнительно вставку делает на использование, это уже японской технологии, наноструктурированных материалов. Мало того, что это будут, так сказать, электролитические ячейки, они будут сделаны уже по-новому, которые будут сделаны на новом принципе, наноструктурированные материалы. Значит, ну и обратите внимание, какая диагностика. Синхротрон, позитронная спектроскопия высокого разрешения, электронная масс-спектроскопия. Масс-спектроскопия для изучения изотопного анализа. Это очень важно, мне кажется. Ну и, помимо всего прочего, здесь вот теоретически, значит, будут проработки делаться для того, чтобы, значит, вот, по сути дела, это ТЗ их работы. Обратите внимание, вот, значит, что ставка сделана на, в первую очередь, производство тепловой энергии вот в этом генераторе, в этой ячейке, и другие аномальные эффекты. Что за другие аномальные эффекты, разъяснение не дано. Значит, ну и вот, значит, здесь я еще подчеркнул, что вот позитронная, значит, спектроскопия будет использоваться для изучения, вот, ну, процессов, которые будут происходить на самом электроде, в самой ячейке, то есть в режиме онлайн. Значит, вот, конечно, значит, вот, иметь такую диагностику, это очень важно. Ну вот, я всегда рад за то, что, да. Ну и дальше вот они подчеркивают, что изотопные эффекты в водороде, значит, будут оценены и процессы оксидирования, значит, вот, водорода, значит, в водяных растворах тоже будет учитываться и изучаться. То есть, видимо, не сбросили специфические химические процессы, которые могут происходить одновременно с ядерными процессами. Значит, основное внимание уделено кавериметрии, вот будет си-бэк кавериметрия, так сказать, использоваться, значит, ну, какая-то продвинутая, новейшая, они там, значит, опубликовали, вот, значит, вот смысл этой кавериметрии, я не успел познакомиться, надо, желающие должны, вот, значит, все это могут изучить в статье, которую они приводят там в своем выступлении. Вот. Ну, это вкратце то, что вот они хотят, это молодежь, так сказать, амбиций их много, значит, но по сути дела ничего нового, то есть, значит, только ревизия, вот, с использованием новой диагностики для того, чтобы получить надежные, повторяемые результаты, и вот акцент сделал, конечно, с прицелом на чистую энергетику. Вот. Наиболее, так сказать, важный доклад, на мой взгляд, был сделан Пётром Хоггельстейном, Питер Хоггельстейн, вот, он сделал, значит, целую историческую справку, многое из того, что он говорил, для меня было неожиданно, может быть, многие, так сказать, присутствующие знают, к своему стыду я многого не знаю. Ну, он, по сути дела, начинается с того, что 30 лет прошло, мы праздновали вот эту, так сказать, годовщину совсем недавно, значит, и вот Флешманом, что было, в конце концов, им сделано? Это вот обнаружено избыточное тепло, которое, так сказать, он открыл в своей ячейке электролитической, значит, производство третье, о котором я подробно расскажу, для меня было абсолютно неожиданно, я этого не ожидал. Ну, и было обнаружено, значит, вот потоки нейтронов, к сожалению, эти потоки слабые были, их было явно недостаточно для того, чтобы говорить, что идут адекватные, значит, реакции синтеза. Значит, ну, вы знаете, что использовались палладовые электроды, значит, тяжелая водичка, в которой растворен был литий-ОД. Обратите внимание, вот эта литиевая начинка, она везде проскальзывает в дальнейшем будет, у всех авторов. В том числе эти литиевые электроды используют финны в своих экспериментах. Литий всегда присутствует в тяжелой воде. Вот, значит, ну, я бы, и о чем говорит, вот, значит, Петр Ходжерстейн, ну, не Петр, Питер, наверное, правильнее будет. Значит, у них ничего не получалось в течение 40 дней, обратите внимание, что только через 40 дней что-то начал появляться. Значит, вот, ну, и вот смотрите, вот это время по оси Х в секундах, это 10 в шестой секунды, обратите внимание. Вот ничего нету, 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 и потом, значит, вот через 5 и 6 на 10 в шестой секунды, ух, значит, на 40 градусов у вас повысилась, так сказать, температура в растворе, она в какое-то время держалась, и потом раз, обрывается, так сказать, так же резко, как начинается. Значит, это опубликовано вот в этом журнале, так сказать. Ну, вот для меня это было интересно, что все-таки это значимая величина, то есть, ну, как вы видите, здесь почти 30 градусов, так сказать, скачок температуры, легко измерить. Но, этого я не знал, этого мне не говорили. Вот, оказывается, у них уже в первых экспериментах вот этот коэффициент избытка энергии, силой 5, значит, был долго-долго единичка, а потом стал не какой-то 1,2, и 2, как вот в экспериментах Пархомова или моих, так я не могу выбраться через десятку. У них сразу было двадцатка, обратите внимание, двадцатка. Ну, и вот здесь проинтегрирована, значит, энергия, которая у них была получена вот в момент выхода реактора на боевой режим. Вот в течение 60 часов он работал в боевом режиме. Ну, и вот, обратите внимание, 630 кД было наработано. Это не маленькая величина, хорошо измеряемая, на самом деле. Вот. Ну, и опять вот Петр, значит, наше внимание уделяет на то, как же там расположены вот эти детерии в поладовой решетке. Да, значит, они могут быть по-разному расположены, но там есть какой-то, значит, границ центрированные, объемы центрированные. Ну, вот на самом деле то, что было в экспериментах Флешмана, они располагались, заполнялись вот таким вот образом. Вот. Это самая некая геометрия, которая вот называется там Фи-Си-Си. Ну, я не знаю, что это такое. Вот. А дальше он переходит уже к людям, которые повторяли эксперименты. Вот Маккуберин, значит, его эксперимент, но, значит, очень хороший, с двумя калориметрами, уже со степлодменником. Все это уже продвинутые были эксперименты. Но обратите внимание по оси ординат. Все эти вот выделения энергии, это вот порядка двух ватт, значит. Ну, да, ничего-ничего нет, потом раз, пошел, так сказать. Ну, это два ватта всего-навсего по сравнению с тем, что делал Флешман. Это, ну, небо и земля, значит. Вот эксперименты, значит, которые делал Хосигала, значит, и японцы делали, значит. Вот это еще в каком году? В 94-м году. Обратите внимание опять, вот есть реактор, вот есть ток в этом реакторе, плотность тока точнее. Значит, нет, 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 и потом порог идет. 0,1, значит, опять что-то интернет-соединение неустойчиво. Что это такое? Значит, пошел взлет, значит, то есть мы видим, что, значит, эффект начинается с определенной плотности тока. Значит, ну и самое интересное, на чем я хотел бы остановиться, это, значит, выход тепла, тоже вот обратите внимание, с правой стороны ваттах стоит, ну, то есть это масштаб детства 10 ватт, избыточная ерунда, значит, по сравнению с тем, что видел тонус. Значит, а здесь вот вспышки гелия-4, которые одновременно наблюдаются, значит, и коррелируют, вообще-то говоря, с выходом тепла. Значит, гелия-4, значит, ну и что? Вот для меня было абсолютно, так сказать, неожиданностью, я открою глаза, я просто не знал, я думал, там мало этого самого нейтронов, ну, мало и гелия, так сказать, раз малая реакция ездила. А нет, обратите внимание, значит, вот по Кубре, значит, во-первых, сделал еще важное, так сказать, открытие. Он, значит, посмотрел, как вот избыточная энергия, вот, которая в реакторе идет, значит, коррелирует с выходом третья. Это вот в ППМах, здесь вот отложена концентрация по оси абсцисс третья, здесь вот избыточная энергия. Ну, видно, что корреляция хорошая прямая линия, так сказать, ну, что? Значит, и так, что же было получено вот в резюме, так сказать, вот, вот, вроде бы как, значит, значит, было обнаружено устойчиво в разных группах регистрация гелий-4. Причем, что если вот взять ядерные реакции, то, ну, допустим, ДД-симплесс, там известно, что на один это так, 24 мэла. И вроде бы эта цифра вот коррелирует, если вот эти ППМы перевести, вот, и умножить на это 24. Но! Значит, вот есть минус. Оказывается, что гелия-то маловато, чтобы объяснить вот выход тепла. Тепла больше, чем гелия выделяется. И тогда встает вопрос, а где же весь гелий? Так вот, что значит много, что значит мало? Так вот, оказывается, для того, чтобы объяснить вот, значит, с помощью гелия можно объяснить приблизительно две трети теплового выхода из реактора. Две трети достаточно. Я-то думал там, так сказать, расхождение в сотни раз, в тысячи раз. А оказывается, не хватает всего 25%. То есть гелий мог и затеряться где-то внутри кристалла. Так сказать, вот почему его 100% не видели? Ну вот, Петр задает эти вот правильные вопросы и, значит, предлагает подумать, как это все, значит, с конца, с концами сызы. И более того, ну, известно, что ядерные процессы, так сказать, это дают горячие продукты реакции. Гелий должен быть высокоэнергетичной частицей. И вопрос, он правильно говорит, как бы измерить энергию вот этой геловой частицы? И вот какие датчики надо здесь использовать? И использовались, значит, для того, чтобы вот, ну, измерить самое важное, так сказать, это все-таки ядерные продукты или это что-то другое, чего мы пока не можем додуматься с нашим умишком. Значит, ну вот уже 11-я конференция ICCF, вот тут по холодному синтезу, значит, это более позднее, там было четвертое, это 11-е. Прогресс уже пошел налицо, значит, уже не 2 ватта, а 40 ватт. Ну, медленно-медленно набирает. Видно, что эта вот реакция, она флуктуирует по времени, она не держится на определенном уровне. Вот это по им, значит, держится руками точно, то есть входящая энергия, а на выходе тепловая, ну, вот какая есть, такая и есть. Значит, ну, вот по сути дела, все, о чем предлагает Хегельстейн подумать, это все-таки, значит, как происходит механизм образования вот этих вот реакций, значит, в кристалле. Значит, ну, как задействован решетка, по сути дела, вот, и вот что в этом плане было сделано на сегодняшний день. Значит, ну, очень важный эксперимент, который он хорошо известен, это, значит, они пытались расшевелить эту, значит, решетку с помощью резонансных терагерцовых волн. То есть это вот электролитическая ячейка, зачем-то надо разбираться, она была помещена в магнитное поле, это вот катод там, значит, в виде спирали, и сюда вот написано лазер один, лазер два. Значит, посылались два лазера, лазерных пучка на вот этот вот катод. Ну, и понятно, что там происходили биения, значит, и когда биения, значит, вот терагерцовые колебания, получало, генерируясь на поверхности катода, то у них однозначно был получен выход, повышенный выход тепловой реакции. Ну, здесь вот видно, лазеры включили, значит, включение лазера здесь красной стрелкой показано. Ну, и сразу вот в милливаттах, значит, это сколько тут вот, 300 милливатт, 0,3 ватта. Вот обратите внимание, эффект есть, но насколько он велик. Вот, но тем не менее, вот они прогоняли по частоте эти терагерцовые волны, перестраиваемые лазеры были, и явно выраженные, значит, вот резонансы наблюдались, которые точно совпадали с частотой колебания решетки. Но только какой? Мы знаем, что, значит, вот в решетке колеблются атомы с разными частотами. Есть оптические фаноны, есть акустические фаноны. Так вот, самое интересное, что генерировались, были задействованы в этих экспериментах оптические фаноны. То есть на это обращает внимание вот Когельстейн, ну, прям пишет, что оптиков фанонов здесь, так сказать, наблюдалось, они как-то задействованы в теории, они должны быть, значит, именно учитываться. Ну вот второй эксперимент Шварца, который, так сказать, вы видите, это вот уже наноструктура используется, это современные, так сказать, катоды, которые нагреваются здесь с помощью электрического тока. Опять вот эти два лазера, биение, вот здесь вот этот самый ДТК стоит с решеткой. Ну и вот чего видно, что когда вы облучаете этими двумя лазерами, здесь вот у вас, значит, этот самый спектрометр видит два пика, которые вот здесь написано 635 нанометров, 532 нанометра. Вот на этой вот мишени, цирконио-паллади-Д, это вот наноструктурированная модель. Значит, ток отсутствует, нагрева нет. Но как только начинается нагрев и начинается реакция лендер, обратите внимание, появляются сразу два пика. Равеновский пик и пик стокса и антистоксовский пик, то есть который однозначно связан вот с наличием тока в этом образце. Вот, так что вот Петр Хагельстейн предлагает еще раз подумать на обсуждение, значит, как связаны вот энергия либерации кристалла с прохождением, значит, ну еще важный вот фактор, на котором, подсказка, которую она, значит, просит вспомнить, это вот в работах на Кубре было получено, что чем больше новодорожения, вот здесь вот по оси Абсис, значит, сколько имеется новодороженность Палладия, ну вот здесь вот 0,94, почти на один атом Палладия, один ДПР, так сказать, с дополнительным выходом энергии. Ну, видно, что на самом деле, чем выше, тем лучше. Есть даже вот, так сказать, критическая венчина 0,94, сюда хуже, сюда хуже, так сказать, это вот пик 0,94, ну то есть это высокая новодороженность, так сказать, еще раз, вот на низкой новодороженность даже надеяться на положительные эксперименты бесполезно. Ну и последнее, все вот рвались там к ДТР, потому что ДТР, ДД, реакция, она на слуху у всех, а мне природа оказалась сложнее, вот если, значит, использовать водород, а водород использовался во многих экспериментах, самим Флешманом, у него на водорожной, значит, Палладии также проявлял активность довольно высокую, Миллс также использовал водород, Пиантели тоже использовал водород, так сказать, во многих работах водород работал не хуже, чем ДТР. Вот на это обращают, так сказать, Хаггельстейн, ну и говорит, ну что это такое, значит, протон-протон реакции не очень понятны, значит, протон-детериевые реакции, их что ли надо рассматривать. Ну и последнее, вот он упоминает работу Мизуна, которую я, к сожалению, не смотрел, хотя Мизуна я довольно хорошо знаю, лично с ним встречался, разговаривал. Значит, оказывается, Мизуна построил почти такой же реактор, как вот, значит, Бажутов Юрий Николаевич, то есть это вот водяной реактор на плазменном электролизе, значит, здесь вот в этих пузырьках, вот здесь вот внутри у него, хотя в растворе все, но катод был покрыт пленкой из плазмы за счет вот этого, вот, так сказать, пузырьков, развитие разрядов в пузырьках, которые вот сопровоздают электролиз, значит, ну и вот этот вот эксперимент с плазменным электролизом, то есть это уже, я бы не сказал, что это электролитическая традиционная ячейка, ладно, здесь играет важную роль. Обратите внимание, что вот впервые для меня, значит, вот коэффициент избытка энергии, вот здесь вот input написано, а здесь output, значит, вот красненький. Логарифмическая шкала, 800 достоверно. Ну, над этим надо задуматься, мне кажется, всем нам, так сказать, ну, так сказать, вот, ежели это, значит, все-таки вот подсказка, то грех ею не воспользуется. Вот, ну, и тогда вот Петр Шабельсен говорит, ну, раз удар отработает, то тогда я единственное, что могу себе представить, что каким-то образом образовался дейтерий, а протон с дейтерием взаимодействует, будет меньше выделяться энергии, 5,5 мэла вместо 24 мэла. Ну, вот, тогда давайте искать, тогда будет получаться не гели 4, а гели 3, давайте искать гели 3, никто этим не занимался. Вот. Ну, и последнее, о чем он говорит в своем докладе, это, говорит, новое направление, новая, так сказать, вообще струя пошла, когда японцы начали использовать наноструктурированные, значит, мишени, вот, катоды, значит, используют вот нано-парашют, своих нанослои, значит, нанослойку вместо там слойки термоядерной, нанослойка, значит, теперь будет в экспериментах по холодному синтезу. Почему? Да потому что вот ряд преимуществ, они перечислены. Там легко наводородить, наводораживать это вещество, значит, работают при высокой плотности отвода под водоэнергии, значит, вот, значит, вот, ну, здесь при высокой температуре способны работать, вот, ну, и так далее, и так далее. То есть преимуществ много, высокая каталитическая способность, так сказать, вот, и наиболее сильные результаты были получены вот нанослойки, состоящие из никеля, циркония и кислорода. То есть это, значит, оксиды, значит, причем, обратите внимание, у оратора, значит, вот такая слойка, и вот такая слойка давала одни и те же нанорос, они называются, так сказать, вот теперь такое в моде слово, так сказать, значит, вот такие, значит, слойки, значит, казалось бы, никель и палладий, небо и земля, так сказать, друг от друга по наводораживанию, по своим свойствам, так сказать, ну, а вот результат дает одни и те же, что это по количеству тепла, что вот этот вот образец, что это, значит. Ну и последняя, Валера, важная вещь, вот оказалось, что там магнитные поля очень могут влиять на коэффициенты, вот избытка, значит, тепловой мощности, выход тепла из этих ячеек существенно. Ну вот он не приводит ссылки на эти работы, я бы с удовольствием посмотрел, но это надо запомнить, вот. Теперь несколько слов о экспериментах, о докладе, значит, Касаги, ну, это патриарх, так сказать, вот, вообще-то этих теоретических построений из Японии, значит, его работа хорошо известна, они, так сказать, восходят еще, почти начались, так сказать, цитироваться приблизительно в те же времена, как и появились работы флешмана Тунца. Значит, о чем он говорит? Ну, он все, с его легкой руки, вот этот потенциал который может быть в твердых металлах или в нано-кластерах металлических быть, поскольку там электронопроводимости есть, и если туда внедряется протон или детон, то, естественно, они будут окутаться облаком электронов, и уже это будет не положительная частица, а с потенциалом измененным локальным. Так вот, если учесть потенциал экранировки, обычная формула сечения взаимодействия заряженных частиц или нейтронов с мишенью, в которые здесь известно, что обратно пропорциональная скорость этих частиц, еще входят экспоненты, которые, вот этот пресловутый фактор гамма в виде потенциала экранирования входит. Ну, потенциал экранирования по физике что дает? Если барьер был такой, он, понятно, что подсаживается и становится меньше. Ну и вот, чего важно, что вот если ввести этот потенциал экранирования и вот посчитать, насколько увеличивается вероятность прохождения через вот этот вот барьер, через туннель, так вот, смотрите, было здесь 10 в лохматой степени, а становится 10 минус 18, но это многие-многие порядки. То есть, ну, понятно, что вот направление главного удара обозначено, значит, попытайтесь заэкранировать свои частицы с помощью, вот, так сказать, тех экспериментальных данных последних, которые приводят к осаде. Значит, вот у них сделана очень, видимо, хорошая машина, значит, которая позволяет получить вот потоки, значит, заряженных частиц, в первую очередь протоны, бетоны, значит, вот до таких энергий, от 2 до 10 кF, до 100 кF. Этого недостаточно для ядерных реакций, но вполне достаточно для того, чтобы вот исследовать, изучить, получить величину потенциала экранирования. Значит, пучок очень небольшой, как вы видите, 500 микроампер, то есть это даже не миллиамперы, вот, ну, и вот основной опять выползает, вот, где они использовали вот эту технику. Значит, прежде всего, значит, вот в литиевые мишени, значит, в палладию, значит, используя, так сказать, пленки из палладия, значит, золото, значит, вот. Ну, и я сейчас покажу вот такие вот экспериментальные данные по ИЗМИ, по ИЗМИ, и, значит, вот, по сути дела, рассеяние на различные углы восстановления, вот это вот, значит, называть секретарь, таггет елд, вот они вот этот вот коэффициент выводят, получают, а из него уже получают вот этот вот потенциал экранирования. Ну, что важно, на что я обращаю ваше внимание, это все, вот он цитирует литературу, что, ну, вот, есть вещества, в которых он не очень большой, там, 65, значит, электроновольт, а есть большое, вот, палладий О, допустим, 600 электроновольт, это почти кэр. Значит, ну, и если вот посмотреть этот потенциал экранирования от атомного номера, обратите внимание, вот это идет уже, значит, в электроновольтах, 200, 400, 600, 800 киловольт. Самый большой в палладий, чуть поменьше в палладий О, но есть еще претенденты на удачу в районе где-то 20, в районе 10, здесь вообще нечего искать от 40 до 80, и вот в районе 80 тоже выскакивает на высокий потенциал экранирования. То есть он подсказывает, какие мишени, какие материалы, значит, кристаллы, значит, металлы лучше всего использовать, вот, но с учетом уже вот этих вот экспериментов по рассеянию, значит, протонов, заряженных частиц на тонких пленках. Ну, и важно, что вот эту вот реакцию они исследуют, так сказать, вот с помощью уменьшенного потенциала экранирования, значит, вот именно для ДД и литий-6Д реакция в палладии, в золоте, вот, в литий-фтур, ну, тут вот, значит, разные, значит, эти самые, вплоть до того, что вот атомная модель, это если были твердые тела, а здесь вот, так сказать, в газовой фазе. Ну, понятно, что в газовой фазе здесь вот, смотрите, 240, а здесь 1400, ну, небо и земля, так сказать. Это, значит, в чем вот, так сказать, мне кажется, стоит разобраться. Пока это вот для всех нас, это каша, в которой надо, так сказать, не спеша, детально разобраться, значит, откуда у них получается вместо расчетного потенциала, там, на который понятно, чем определяется, это энергия ферми свободных электронов, порядка 10 электронов, вот, и большой концентрации, 10-22, там, 10-23, значит, в металле, значит, но по теории, если эта теория работает просто столкновительно, без, так сказать, вот, обычной плазменной теории, когда вот ты помещаешь, там, заряженный ион, вот, в такую среду, там, значит, вот, потенциал эклонирования достигает не выше 10, там, нескольких десятков электроводов. Эксперимент показывает, что отличие расчета и эксперимента может достигать, там, в 100 раз и выше, так сказать. Вот, чем это достигается, за счет чего, то есть, ну, то ли это полуэмпирика, то ли это, вот, значит, за этим стоит уже какая-то, значит, теория продвинутая, которую надо изучать. Значит, вот, я думаю, Валерий Николаевич на следующей конференции, то, что сделали НАСАЦИ, они как раз, вот, разработали эту теорию, и они уже сейчас в состоянии, и в эксперименте, и теоретически, значит, у них достаточно хорошее, значит, совпадение получилось, так сказать, и, вот, подчеркиваю, что потенциал эклонирования играет важнейшую роль, вот, в реакциях холодного синяки. Ну, и последнее, что я хотел сказать, это, вот, работа Димитра Александрова, значит, он сейчас работает в Канаде, вот, сделал установку, которая здесь изображена, по сути дела, она, мне кажется, значит, это плазменная установка, при высоком вакууме, здесь, вот, катод, значит, вот, у вас, вот, здесь расположен анод, значит, здесь, значит, вот, катод, он, значит, обеспечивает вам, значит, получение пучков, значит, заряженных, и, ну, сетка стоит, и вот эти заряженные частицы, ускоренные, достигают образца, который бомбардирует. У нас регистрация оптический спектрометр и в режиме онлайн, вот это очень важно, значит, сразу же, он регистрирует ионный состав, масс-спектрометрический состав, вот, той плазмы, которая здесь образуется над поверхностью этого образца, вытягивает эти ионы. Значит, вот здесь написано условие эксперимента, значит, он запускает до 5% дейтерия и разбавляет его зачем-то азотом, я не очень понимаю, зачем, ну, может быть, с точки зрения безопасности, чтобы не рванулось. Значит, вот, все это происходит при, значит, очень низком давлении, там, 10-5 тор и по порядку величины, вот, значит, ну, вот, такие спектры типичные он получает, что мы видим, вот, значит, вот, через единичку и деталки, значит, вот, некие, так сказать, тех ионов, которые он вытягивает, вот, нарабатываются, то ли это новые элементы, то ли это, вот, некие молекулы, квазимолекулы, значит, комплексные ионы, опять, что-то, слышно меня, нет? Значит, вот, обращаю ваше внимание, что есть здесь сплошное заполнение, пауза, сплошное заполнение, пауза, значит, что дает ему в руки возможность логически рассуждать, ну, допустим, вот, что такое там, вот, единичка, масса единичка, которую он регистрирует, ну, понятно, тут вопросов нет, атом водорода, ион водорода, значит, а что такое масса 3? Это может быть и масса ядра гелия 3, это может быть и третий, это может быть и вот такой комплекс, как Детерий-Аш, значит, вот, и вот методом исключения, значит, вот, логическим, что, вот, если есть, допустим, гелия 3, там-то, то, значит, вот, может, не только там Д3, значит, нарабатываться с плюсом, но и, так сказать, могут появляться спаренные вот эти вот ионы, и тогда должен быть элемент с массой 6, вот, комплекс массой 6, а его нету, значит, эту строчку он выкидывает, ну, вот такие логические заключения, третий выкидывает, потому что нету массы, там, 9, значит, и в итоге вот таких логических, ну, это и так далее, значит, и в результате вот таких логических рассуждений он четко утверждает, что у него гелия 3 может быть рождаться только в результате вот такой реакции, ДД плюс реакция, которая дает гелия 3 плюс метрон, ну, и дополнительный источник, значит, энергии. Кстати говоря, обращаю ваше внимание, значит, вот, еще раз я вернусь, извините, вот, на, вот образец, образец у него был сделан из, значит, сплава лития, там литий использовался, был, играл важнейшую роль, значит, он дальше об этом, значит, особо отмечаем. Ну, и в итоге, вот, он рисует вот такую табличку, что вот у него, значит, литий может участвовать в реакции, значит, но он не дает развертленную цепную реакцию, и, значит, вот, значит, цепь обрывается, значит, вот, в этом плане на, на, на роль лития, роль лития, для него так оказалось еще и неисследовано, и требует дальнейшего изучения, и он вот, я помню, на 22-й конференции ко всем подходил и говорит, а кто знает, что может, так сказать, дать литий, вот, как катализатор, как вот, зачем, так сказать, что-нибудь известно про литий вот в таких вот реакторах по холодному синтезу, ну, и никто ему там толком ничего и не ответил, значит, вот то, что там рождается точно гелий-3 и гелий-4, в его экспериментах, вот, доказывает оптический спектр, к сожалению, он приводит к плохой, там, вот, тут ничего не видно, значит, ну, поверьте, вот, на слово он пишет, что вот эти вот пики, которые он наблюдает, они точно соответствуют, значит, вот, присутствию атома гелий-4, то есть, ну, вроде бы и масс-спектрометр, и оптический спектрометр однозначно говорят, что, значит, не было гелий, гелий появился, вот, по дальнейшим измерениям, значит, гамма лучей он не обнаружил, нейтронов не обнаружил, или там на уровне хона, значит, вот, поэтому, вот, кроме того, у него, значит, вот были проделаны эксперименты при различном давлении, как нарабатывается, вот, вот этот вот гелий-3 и гелий-4, вот, красная и синяя линия, а вот, если взять, вот, вот, другие элементы, значит, вот, допустим, атомный, там, водород, или, там, значит, дейтерий, который он запускает, они не изменяют свою, значит, позицию, то есть, он говорит, если бы это было со стенок, грязь какая-то, или, вот, в газе что-то содержалось, то все бы менялось, но, на самом деле, только два, вот, этих вот сигнала, видно, что меняют, значит, конфигурацию, как-то, значит, ну, коррелируют друг с другом, и, вот, как бы, значит, важно отметить на их, вот, роль в наработке от давления. Значит, он смог померить и тепловую энергию, которая выделяется у него в мишени, она, вот, так сказать, выделение тепла, она выглядит вот таким вот образом, значит, ну, это так, чтобы было понятно, это дни здесь отложены, поэтому, вот, график показывает, по сути дела, значит, наработку тепла, вот, с течением времени, в течение нескольких дней. Вот та энергия полная, интегральная, которую он померил, это 532 джоуля. Много это или мало, ничего сказать нельзя, потому что человек не пишет, сколько грамм было этого лития, значит, ну, 4 градуса, много это или мало. Важно, отдельные характеристики, сколько это, вот, так сказать, этой энергии на один атом, значит, выделилось там, ну, допустим, лития или детерия. Вот это в работе не приводится, но приводится другое. Вот видно здесь, вот, как изменялась синеньким эта концентрация, значит, гелия, и как изменялся при этом тепловой поток на мишени. Значит, ну, что, видно, хорошая корреляция, чем выше, чем больше гелия, тем больше поток. Ну, что больше можно сказать на этот счет, больше ничего не имеет. Есть корреляция. Ну, вот, дальше я не знаю, кто он такой, значит, вот он говорит, что у них в университете, сам-то он, видимо, экспериментатор, значит, вот был сделан там квантово-механический расчет, значит, вот, ну, я так понимаю, не все решетки, а какой-то упрощенной, одномерной схемы, когда вот там, значит, использовались вот примеси детерия вот в узлах кристаллической решетки, и тут же показано, где сосредоточены локализованные электроны. Значит, вот он, они там некие, так сказать, делали вибрации смещения, вот, ну, в общем, вот метод вторичного квантования использовали, и это надо смотреть внимательно. Важный результат, который они получили, что вот все-таки за счет, вот, учета, так сказать, решеточных эффектов и перераспределения плотности электронов, вот, эффективная масса, которая, значит, вот, электронов при этом получается, она существенно отличается от массы свободного электрона. Ну, вот здесь вот, значит, то, что они насчитали, значит, в литиевой решетке. А здесь вот, ну, видимо, он что-то ошибся, я не знаю, тут напишут, что коэффициент прохождения потенциального барьера, но, по-моему, здесь вот, чем больше должно, тем больше быть, обратная величина должна быть, мне кажется. Значит, здесь какая-то несуразица. По тексту он пишет, и по докладу он говорит, чем больше масса эффективного электрона, тем легче проходит, вот, значит, прохождение туннелирования через барьер. Это, пожалуй, все, что я хотел сегодня рассказать вам. Вот, значит, поэтому я сейчас готов ответить на вопросы, но если у кого-то есть какая-то более, значит, дополнительная информация к тому, о чем я говорил, мне бы хотелось, чтобы вы изложили эту информацию, кто что знает, и, может быть, скорректировали те выводы, которые я сделал, изучая выступления на этом докладе. Спасибо. Спасибо, Анатолий Васильевич. Ну вот, ты грозился 30 минут говорить, а говорил 58 минут, так? Ну вот ты угадал. Я, стало быть, угадал, да. Друзья, если есть вопросы, то включайте микрофон сами. Я не буду этим руководить. Сами включайте микрофон, задавайте вопрос и выключайте микрофон. Но желательно, вот если вы нажмете, короче, там желательно есть такая, поднять руку, вот руку поднимать, чтобы я, может быть, слово отдельно давал кому-то специально. Но рук никаких я не вижу и слов никто не говорит. Нет, вот там, а, ты, ты там есть, да? Я для затравки, чтобы народ... Можно вопрос задать, Валерий Николаевич? Ну, конечно, можно. Это кто говорит? Это Митюрин говорит, да? Валь, задавай, конечно. Да, значит, вот я совсем у вас профан в вашем коллективе, я ничего не знаю, да? Но, откровенно говоря, как я не знал, так ничего и не узнал. Так вот, Анатолий Иванович может сказать, что, собственно говоря, можно утверждать на сегодняшний день, какой есть факт, кроме путанного, так сказать, объяснения мощности и энергии все время путается, то одно, то другое. Вот все-таки можно что-нибудь определенное сформулировать как результат, либо экспериментальный, либо теоретический, либо какой-то. Вот 30 лет прошло или там 40, да? И все в одном и том же состоянии находится. Вот, ну, для стороннего человека, извините, я не претендую ни на что. Ну, разъясните, пожалуйста. Валентин, ты внимательно все слушаешь? Ну, как тебе сказать? Ты старался внимательно, ничего не понял. Ну, извини, да. Можешь не отвечать тогда? Не-не-не, я тебе все-таки еще раз хотел бы обратить внимание вот на вот этот вот слайд, который я говорил. Ну, 30 лет, я ошибся на 10 лет. Петр Хигельстейн, не я, а Петр Хигельстейн сказал, что что было обнаружено в этих первых экспериментах? Первых и последующих. Выход, дополнительные тепла по сравнению с тем, извини, по сравнению с тем, что подводится для нагрева вот этого, для электролиза, значит, второе, выход, третий, которого там не было, так сказать, это второе, и небольшой выход нейтронов. Это вот на сегодняшний день, значит, ну, если не считать, так сказать, вот, третий, это как транспортация, это вот то, что видят в большинстве экспериментов. Ну, вот к этому дополнительный вопрос можно, я больше не буду наедать. Значит, когда вот, я помню, что эффект, я и по тем временам, еще 30-летие давности, слышал от людей, которые эти интересовались, что процесс имеет колоссально большую скважность, так, и тут где-то вас промелькнуло, что нужно знать дни, чтобы что-то увидеть, да. Вот поэтому в этих условиях, когда эффект энергетический виден раз в неделю, так, а, я так понимаю, что-то воздействующее идет непрерывно, как можно оценивать excess heat release, да. Что это такое тогда? Как это считается? Как интегрируется вложенная энергия? И как определяется энергетический эффект? Пусть он будет раз в неделю. Вот что меня интересует. Как это вот соотносится? Насколько здесь это выводы корректны с точки зрения энергобаланса, да? Потому что, конечно, я понимаю, мощность может быть очень большая, это можно понять, да? Но тут же не о мощности идет, а об энергии, да? Интеграли. Вот этот вопрос, пожалуйста, разъясните мне это. Ну вот здесь интегральная энергия у флешмана Понса здесь изображена. Как она ведет к себе вот с течением времени? Ну вот 60 часов он ждет, правильно, так? Да. Нет, нет, не 60, а больше. Ну вот больше так. И что он делает в оставшееся время? Сидит и ждет? 30 минут, 30 дней он ждал, а потом у него пошло там поехать. Ну 30 дней он, что делал в эти 30 дней? Просто смотрел или он что-то все-таки процесс какой-то контролировал, управлял, подпитывал его? Вот это вопрос важен, да? Вот эти 60-630 кило джоулей получены, это понятная величина. Тут импульс, ее можно померить. А 60-30 дней-то он что делал? Все он мерил? Ну вот что он мерил? Это у нас есть Саша Пархомов. Ну лучше всего ответить ему, потому что он использовал самый длинный эксперимент, 30 дней. Пусть он тебе ответит прям напрямую. Что он делал? Нет, это мне не надо. Я тебе не знаю. 30 дней, что он делал? Саша, ответь, пожалуйста. Толь, давай ты, как ты понимаешь это, вот отвечай. А Саша Пархомов прокомментирует потом, да. Не, но я думаю, пусть он ответит. Я уже ответил. Ладно, тогда можно я Вале скажу, тогда я вот как я это понимаю. Мы с Димой Барановым обратили внимание на том, что это как-то на 77-й день какой-то там возникло, то у нас эффект, который Толя показывал, этот слайд, там предыдущий, где XS-HIT, вот горочка такая возникает, горбик. Вот покажи предыдущий. Вот. Да, вот, вот, вот он этот слайд. Вот что-то там 70, вот если статья, которая исходная, которая вот в Electrochemical, значит, вот опубликованно, журнал на этом поднялся. Журнал никто не знал, а потом все его стали читать в результате этой статьи. У него рейтинг сейчас тройка там или четверка даже какая-то, так, вот, как вот в каких-то этих единицах, так. Вот. На 77-й день вот такой вот. Поэтому, Валь, ну, ведь если тепловой эффект начать считать, ну, нужно считать вложенную энергию и потерянную в окружающее пространство. И ясно, что то, что вот тут вот стоит полочка такая, вкладываемая энергия в точности равна излучаемой их пространства. И я уверен, что если какие-то более-менее правильные данные по коэффициенту, Коль, не убирай, вот оставь этот самый. Вот здесь вот единичка, она как раз вот то, о чем ты говоришь. Ну, Валя вопрос задает, вот я ему отвечаю то, что ты не захотел комментировать. Вот. То если ты возьмешь это самое, отводимую энергию правильно вычислишь, подводимую энергию правильно вычислишь, получится у тебя полочка по температуре, вот, и все будет нормально, никакое тепло там не накапливается, и они никуда потом не выплескиваются. Вот какой вопрос у нас возник с Димой, когда мы это увидели. Мы не читали исходную статью, читали все время какие-то, или какие-то вторичные статьи читали. А когда первичную вот увидели, вот этот рисунок, я просто обалдел. Вот вы мне покажите, пожалуйста, какого-нибудь экспериментатора и скажите ему, что нужно знать, чтобы 77 дней, или 71, сейчас не помню, огромное количество дней, вести эксперимент. Вот Шура Надеждин, вот если он меня слышит, вот он электрохимии, электрохимическими реакциями занимался, что нужно знать, чего надо ждать, чтобы 71 день нагрузить ячейку электролитическую, и все сидеть, и сидеть, и сидеть, и чего-то выжидать. И я отвечу, как я это понимаю. Значит, где-то он уже это видел, гад, так, где-то он это уже видел, и знает, что должно что-то быть. И вот сидел, и эту рыбу пытался поймать. 71 день. Вот тут такого нет, экспериментатор, вот нас тут 25 человек сидит, так, который бы сказал, что я буду 71 день делать эксперимент, и надеясь, что что-то получится. Ну, ну, нереальное что-то, так, а вот они ждали. Вот это, вот основной вывод. А, Валя, я на твой вопрос, я думаю, ответил, что не надо, тепло не накапливается, оно отводится с помощью охлаждения. Ну, это общие слова, Валер, к сожалению, это, так сказать, можно принять как гипотезу, хорошо было все-таки иметь хотя бы оценку, чтобы можно было не входить в заблуждение, Валер. Я хочу, я хочу, вот меня позвал, Валерий Николаевич, я хочу добавить, что эти 71 день сильно сократились, но все равно не уменьшились до нуля. Что-то происходит, какое-то накопление, и причем это делать должно при очень высокой плотности тока, непрерывной. И что это, на это должно быть теоретическое объяснение, которого ни у кого нету. Но это Маккубре это делал позже, через несколько лет, но у него там было пять дней, шесть дней. Но все равно надо чего-то ждать. А почему? Слушайте, ну это понятно, что на водораживании происходит, должен быть большой процент водорода в этом металле, а чтобы это получить, это быстро не бывает. Это не совсем так, потому что на самом деле на водораживание небольшой проволочки по ладе занимает часы, а не 30 дней. О чем вы говорите? Есть, до этого есть... Вот это самое, аналогичный процесс, тому, что мы сейчас объясняем, это очень важный процесс, накопление чего-то. Значит, обнаруживал Саша Пархомов, вот я его что-то, что-то он помалкивает там, может быть, он... Ну я могу сказать, но... Ну я сейчас вот, Саша, скажу, потом ты вот то, что я скажу, ты там поправишь и правильно изложишь. Вот у Пархомова что было? Он в течение, у него в течение длительного времени, примерно, вот первые эксперименты не такие, которые он делал там вот по неделе, там вот, а по месяцу даже, вот, а короткие эксперименты в течение там 9-20 часов, вот у него первые эксперименты были, так вот он, у него прям видно, что чего-то там набирается, 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 потихонечку растет, как вот экспонент, она слабенько-слабенько растет, а потом бух, какая-то вспышка. Саша, прокомментируй, если это самое, как там у тебя это было? Нет, ну, у меня, ну, правильно было сказано, что если эффект кратковременный, это трудно сказать, что действительно энерговыделение очень большое и оно не может быть связано, допустим, с химией. Вот, но было достаточно много уже экспериментов, очень даже продолжительных, и при этом, что, если, значит, реагирующего вещества мало, допустим, измеряется, масса измеряется граммами, а вот тепло избыточное идет и идет, идет и идет. Вот, в конце концов, получается так, что химия превосходится в 10, в 100, в 1000 раз. И вот, ну, вот один из реакторов, который мы сделали, проработал 7 месяцев, вот, и там, если посмотреть, сколько избыточного тепла выделилось, а коэффициент, был тепловой коэффициент, превышение выделяющегося тепла над поглощенной, где-то было, ну, в среднем, 1,6, там, доходило где-то до четверки, вот, если посмотреть, сколько всего было вот этого избытка, выделено, из одного грамма никеля, который был заложен, получится, что на один атом никеля выделилось где-то, 2 мегаэлектронов больше энергии, но если отнесли к массе всего реактора, конечно, получится меньше, но, тем не менее, получается, что все это никак не может объясняться химией, вот, ну, это не только мой результат, вот, это Мизуна, очень, и прокомментировал основную вещь, которую ты, вот, о которой я попытался, вот, и Надеждин об этом сказал, я попытался что-то сказать, у тебя, если ты помнишь в первых экспериментах, эффект нарастания, медленного-медленного нарастания, и потом какой-то типа вспышки, не очень мощный, но, тем не менее, вот это было у тебя, это я точно помню, это где-то примерно в 16-м году, где-то вот так. Ну, ну, да, первые реакторы, ну, они работали, не самые первые, они там несколько часов работали, потом несколько суток, ну, да, так вот, все время единицы и единицы, потом уже получается довольно быстрый. То есть, надо ждать, сходу, вот включил кнопку, нажал, сходу ничего не получается, надо все-таки ждать. Баранов вот дал предположение, что надо на водородить там, но вот Надеждин ответил, что на водораживание происходит буквально в течение там, может быть, нескольких минут, с чем я не согласен. на водородом, но на водородом, на водород, это сложный процесс, это даже, несколько, несколько раз, там, там, выпукать водород, при какой-то температуре, потом откачивать, потом отщать, выпускать водород, это происходит в течение нескольких суток, чтобы хорошо на водороде тетнитель. Ну, с палладием, наверное, как-то легче, а с тетнителем это непросто. Друзья, вот я хочу сказать, что если вы нажмете кнопку зумовскую, на этой самой, на ленточке управляющей зума, участники, и у вас справа полотенце такое раскроется, участников, то справа, внизу, будет такая кнопочка, называется, поднять руку. Кто хочет, а, вот Чепелев поднял руку, вот, кто хочет что-то сказать, задать вопрос, или как-то выступить, вот, откройте полотенце участники, то есть нажмите кнопочку участники, развернется полотенце, правая, внизу, третья кнопочка, это самое, это поднять руку. Вот, Чепелев, Володь, давай, что-то ты хотел сказать. Да, я вот что хотел сказать насчет вот этих длительных сроков. А что, если тут играет роль какой-то внешний фактор, который, скажем, редко появляется, то есть, это вот, вероятность, процесс, но, условно говоря, прилетает что-то из космоса, и у нас все получается. Это происходит редко, как бы, это надо ждать, да, иногда это бывает, иногда нет, и отсюда все эти неустойчивости в экспериментах, плохая повторяемость, вот, как теория, просто предположение. Это очень хорошее, хорошее объяснение, такое вот, которое как-то, душу как-то успокаивает, и, пожалуй, что ты, скорее всего, ты и прав, да, но все-таки, кроме вот этого спонтанного включения, должно быть еще накопление чего-то. Я даже знаю, чего, только я сейчас не буду вам голову морочить. Вот, Евдокимов хочет сказать, пожалуйста, Юрий. Юрий, надо микрофон включить, вы микрофон включите и задайте свой вопрос. Я просто хотел вот просто поддержать тот, ну, возможный вариант, когда все-таки извне ждет некий эффект, процесс вернее, скорее всего, может быть, и частицы, вот мы, странные частицы, когда мы вот наблюдали с Ивойловым, вот и он сам мне потом говорил, что это наблюдается, когда вот странные частицы, вот частота, частость их выхода возрастает в полдень в пасмурную погоду. И когда мы действительно проверяли, когда ясная погода, вот частицы очень редкие, вот странные частицы, а когда вот пасмурная погода, мы включали, кстати, фон возрастает при этом радиационный, и вот эти частицы тоже вот мы примерно ловили три-четыре частицы там в течение тридцати минут. То есть как-то связано. А если инициатором являются, скажем, вот эти странные частицы, вот этих реакций, то вполне возможно и связь есть и с космосом. Может, как фактор. Спасибо, Юрий. Кстати, Юрий Едохимов это из Казани, он, Казанский авиационный институт. Я, если не ошибаюсь, доктор, по-моему, наук, да? Да, доктор, да. Да, спасибо, Юрий. Да, ну вот, а, вот Валя еще просит. Да, Валь, пожалуйста. Бедюрин. Попытки ответить вот на скепсис, который, носителем, которого я являюсь уже 30 лет, да, они, по-моему, не очень удачны, потому что если вот последнее взять, но если частицы как, то есть если нужен какой-то спусковой крючок, возникает вопрос, вы наблюдаете энергию этого крючка или то, что вы создали, да? Если речь идет о накоплении энергии, которые осуществляются в процессе активации этого процесса, этого реактора, там, когда говорят приблизительно единицы, это приблизительно, значит, а если от этой единички взять одну сотую процента и долго ждать, то можно накопить те самые 20-30 процентов, которые потом идут в плюс, да? Поэтому вопрос заключается в следующем, да? Это событие инициируется внешним фактором или это и есть тот самый эффект, который наблюдается, то есть это и есть энергия, которая прилетела из космоса, да? Это и есть важный момент, да? Понимаете, да? Да, вот объяснение, которые сейчас даны, я с большим вниманием слушал, они вот не отвечают на простой вопрос, что вы наблюдаете, да? Нет ответа, понимаете? Вот, к сожалению, это вот, я хотел бы увидеть плюс, но как-то он не просматривается, извините, ребята. что-то. Да, Варь, спасибо за вопрос. Валентин Анатольевич Бетюрин, он долгие годы был в Эвтане крупным руководителем, значит, крупного подразделения, вот, ну вот сейчас, как бы, снизил свою активность, но по-прежнему этим интересуется, поэтому мы очень благодарны ему, то, что он, он все-таки внутри-то он позитивно смотрит, только мы беспомощно ковыряемся во всем этим, вот что обидно. Вот я хотел вот что сказать. Вот то, что я услышал, вот, Толя, я не знаю, слышит меня, да, вот, то, что сегодня было им, Анатолием Ивановичем, рассказано относительно европейских каких-то там проектов, меня лично успокаивает. И знаете почему? Они сожрут эти сто, пятьдесят, двести миллионов евро, которые на них выделили, и ничего не получат, как не получилось уже и тридцать лет. Почему? Потому что они опять взялись наступать на те же грабли, о которых вот сегодня нам рассказал Анатолий Иванович. Возможно, вот те доклады, которые он не осветил, может быть, там что-то новое возникло, а сейчас я нового ничего не услышал. Это, вот это проникновение через барьер, это первая же идея, которая была. Никаких идей нет. Вот, это первая идея. Тут Баранов усмехается, потому что он тридцать лет уже все это слышит и изучает, так, с первых там конференций каких-то. Вот, к счастью для нас, потому что наши поезда еще не ушли. И вот нам совершенно ясно, вот Дмитрием Сергеевичем, Барановым, что, например, путь, который мы рисуем, ну, я порекламирую немножко, вот, нас, а мы говорим о том, кстати, вот Юрий Евдокимов, слово странный, вот мы, я вот, мы критиковали, вы немножко это, может быть, не слышали. Дело в том, что слово странность, есть заряд странность в физике частиц, вы наверняка это знаете. Да, странный. Исполнять, использовать слово странный, это наивно и неправильно, это то же самое, что какое-то, я не знаю, слово заряд электрический применять там к какому-то другому явлению, ну, как устоялось уже что-то. Поэтому мы предлагали это называть неизвестные частицы, неизвестное излучение. Так вот, вот в этих докладах, которые Анатолий Иванович тут говорил нам, ничего не говорится о том, что сопровождаются все эти избыточные тепло там и прочее и прочее сопровождаются огромным количеством неизвестного и неизвестного излучения, которое мы теперь можем регистрировать, умеем регистрировать несколькими способами, а один из них самый простой, любой может его использовать, это способ, значит, вот с помощью этих вот пластинок CD-дисков, на которых не надо ничего проявлять, как на СЕР, там, пластинках, значит, вот, сразу под микроскопом видны прямо следы, все это сопровождается следами, а вот нейтронов-то нету, нету нейтронов, Косаги реакцию там какую-то пишет, ДД, все вот это, ПП, ДД или ПД, все сопровождается, вот Юрий подтвердит Евдокимов, всегда нейтрон должен вылететь в соответствии с этими реакциями, нету никакого нейтрона, и наивные рассуждения, где-то там запутался в этой, в решетке, все это неправильно, потому что двухмерный нейтрон, его не так легко в какой-то решетке запутать, там нужны эти самые десятки сантиметров нужно этого самого вещества, чтобы как-то его остановить, так вот, эти неизвестные излучения, которые чертят следы, они обязательно есть, а нейтронов нет, вот, и мы выдвинули идею, как это могло бы быть, и назвали эту штуку темным водородом, вот, и она все-все-все вот это объясняет, вот, и можно было бы, суть какая, что не надо сейчас заниматься теплом, это вторично, это придет когда-то, вот, а сейчас нужно разобраться, и мы уже, нам кажется, в значительной степени разобрались с этим, что нужно научиться генерировать большое количество вот этих вот неизвестных частиц, тогда начнет что-то получаться, потому что именно эти частицы, взаимодействуя с веществом внутри, значит, вот наши дров этих мишеней, вот этого никеля, там, или паллади, там, еще чего-то, вот, вот, именно эти частицы в этом веществе выделяют эту энергию, но их, их физика, ну, вот мы какой-то вариант даем, может быть, физика какая-то немножко другая, вот, на чем надо сконцентрироваться, но эти ребята из единой Европы, они до этого пока еще, как я вижу, не дошли, хотя, может быть, другие доклады, извините, долго говорил, кто-то еще, вот, гончар хочет, это Киев, значит, вот, пожалуйста, в один, давайте. Добрый вечер, я чуть позже подключился, я хотел, буквально, два слова к вашему выступлению, мне кажется, важно не столько научиться генерировать много этих частиц, как на первом этапе защищаться от них, чтобы не получилось нехорошо. Уже это понятно, потому что мы, как вы знаете, вы были участник конференции, мы это поняли, у нас народу много померло, вот, Бажутов помер, так, вот, мы считаем, что, хотя, конечно, он был человек немолодой, но у всех у нас, понимаете, у всех у нас примерно одинаковый образ жизни, и чего-то, если вдруг один человек, который ведет эксперименты, вдруг почему-то покинул нас, возникает вопрос, а почему это произошло, понимаете, вот, вот это вот, кстати, мы замечали, что самые активные работы ведутся, ведь мы знаем, мы все из одной, как бы, команды, все они ведутся перед какими-то там конференциями, обычно, в преддверии конференции, так вот, мы с Димой заметили, что приезжает Юрий, самый Николаевич, на конференцию, Бажутов, и через некоторое время у него дикие расстройства желудка, а это мы знаем, что такое, это у облученных людей всегда так бывает, поэтому Вадим абсолютно прав, нужно защищаться, но это, как бы, ну, надо защищаться, да, проблема абсолютно аналогична ядерной, только немножко другая, немножко другая, у кого-то еще есть какие-то соображения, соображений нету, ни у кого, не вижу, подожди, подожди, я тогда скажу, все-таки, а вот у Чепелева, у Чепелева, да, но я хотел тебе дать слово, но у Чепелева есть тоже еще слово, Володь, давай, я кратко совсем, я просто вот уже высказывал, наверное, такую мысль, но еще раз, вот насчет тепла, тоже сейчас мы говорили, что может это не самое главное, ну и с практической точки зрения, ведь действительно, что тогда получается, это новый самовар, да, как говорится, ядерный самовар, хорошо бы посмотреть эффекты, где получается электрическая энергия, и в принципе, вот ряд сообщений есть на эту тему, да, их там не так много, но вот что-то там проскакивает иногда, то есть, ну может, да, действительно тепло может не важно. Спасибо, спасибо за свой комментарий, то какой нужен. Я могу сказать, что и самовар для начала тоже неплохо, ну да, наверное, но я вот Вале, Вале Битюрину говорю, что мы сейчас уже поняли, что претендовать на какие-то там избыточные тепло, можно нарваться и нарываемся все время на замечания типа тех, которые ты вот даешь сейчас, вот, но неубиенными фактами являются следы, которые чертят эти штуки вот на окружающих поверхностях, понимая, вот это вот, их мало, и это говорит о том, что что-то есть, что-то вылетает, и вот с этим надо разбираться. Вот это, эти частицы, это нейтроны нашего холодного синтеза, пока не была понята роль нейтронов в ядерной физике, ничего не получалось, вот поняли роль нейтронов, и тогда дело пошло, у нас такая же точно проблема, поэтому я уже давно, то ли вот... Не точно, но такая же, не точно, но такая же. Ну такая же, да, я вот Анатолия Ивановича давно призываю, когда он где-то там выступает, то проблему энергии, пока, пока, ее отодвинуть на второй, третий план, а вот на первый план выдвинуть возникновение новых веществ и возникновение следов на окружающих поверхностях, вот это неубиенные эксперименты, это ничем не объяснишь. Друзья, значит, вопросов, по-моему, больше нет, поэтому мы слово докладчику дадим, наверное, чтобы он как-то все это резюмировал, Я могу, да? Конечно, да, Тотя, давай. Значит, ну, еще раз, уважаемые коллеги, значит, не знаю, насколько там хорошо и концентрированно я донес вот до вас свою позицию, значит, моя основная задача была заинтересовать вас в том, что этот материал надо внимательнейшим образом изучить и, значит, вот в дальнейшем, может быть, вернуться к нему, сделать уже некие такие, ну, предложения в программу нашу, нашу, отечественную, коль скоро есть там и европейская, коль скоро есть и японская, и американская, мы чем хуже, так сказать, у нас должно быть свое видение этого вопроса, своя тактика и стратегия. Значит, это первое, значит, но с учетом наработки того, что сделали наши коллеги, они же вот, я пытался уделить ваше внимание, сделать те акценты на те места, где вот, ну, все-таки являются узловыми, и вот, даже я, который вот, ну, все-таки достаточно много посвятил этому вопросу внимания, для меня было много откровений, но в частности, я никогда не думал, что так много регистрируется гелия в этих вот экспериментах. Вот Валентин там спрашивает, значит, так сказать, откуда там, значит, по сути дела, вопрос калориметрии, он спрашивает, значит, но помимо калориметрии есть же все-таки важный вопрос, но не было гелия, он появился, люди его регистрируют, откуда он взялся, был детерио тяжелая вода, откуда взялся гелий, этого гелия хватает для того, чтобы объяснить тепловой эффект, в конце концов, с концами можно свести, значит, не хватает всего 20% для объяснения, но это, я-то думал, там сотни, тысячи раз, а здесь вроде бы есть следы того, что характерно для ядерных реакций, это первое, то есть есть продукты этих ядерных реакций. Не забывай, этот гелий, чтобы образовать ядерным образом, обязательно вот реакцию ты сам показывал, обязательно должен нейтрон вылететь. Нет, не обязательно, не обязательно, есть разные каналы, прохождение даже синтеза по двум каналам они могут идти, значит, второе, ну вот Валерий Николаевич расскажет в следующий раз нам предваряя его доклад, ведь американцы, в чем их, так сказать, вот изюминка состояла, в том, что они помимо третья, помимо третья и гелия обнаружили еще маркер очень важный, так сказать, они посмотрели спектроскопию, энергетику, нейтронов, которые оттуда все-таки выскачивают, иногда много, иногда мало, сейчас, в общем, количество этих нейтронов явно недостаточно для того, чтобы объяснить, допустим, выход тепла, но, вот, спектр этих нейтронов по энергетике показал, что там 2,4 мэва идут нейтроны и 4 мэва, это второй маркер, который показывает, что там идут характерные ядерные процессы с выделением на ядерный процесс с выделением энергии, по-другому не скажешь, если изначальные продукты были тяжелая вода, диетерий, там, так сказать, в газовой фазе или в виде жидкости, это второе. Третье, все эти программы европейские и американские, они направлены, в первую очередь, я вам опять говорю, американцы прямо говорят, что мы направлены на марсианскую программу, значит, движемся к созданию ракетного двигателя нового поколения, который, так сказать, на борт возьмет вот по сути дела сейчас в этих реакторах производится, так сказать, ну вот там Дима говорит, на водораж. Да не на водоражение, а там происходит вот наработка неких новых элементов трансмутированных, которые обладают высокоэнергетичные, так сказать, продукты. Их можно дальше использовать, как вот МИЛС, новую взрывчатку, там взрывает уже их, делает, изготавливает из них уже, так сказать, новую взрывчатку. Американцы взяли... Это неизвестные науки, да? Американцы взяли... Это известные науки, это опубликовано. То, что они сейчас сделали взрывчатку выше, тротилов в сто раз выше, так сказать, они опубликовали, и можете все посмотреть. Значит, то есть американцы точно прицел делают на двигателе. Европа берет на... Она так и называется программа «Чистая энергетика». Значит, сейчас все идет под флагом, значит, новых источников энергии. Не забывайте это. То есть то, что Валерий Николаевич говорит, там фундаментальные вещи. Вот американцы 10 лет скрывали от нас, что они шли, финансировали эту программу страшным образом, так сказать, «А сейчас нам чего? Эти 10 лет догонять, что ли?» Они уже добились хороших результатов, но не говорят о них, прихладных результатов. Значит, в этом плане, в этом плане все-таки, значит, энергетические установки, значит, именно с точки зрения выделения, значит, в первую очередь, там, тепловой энергии, а потом, как Володя сказал, вот, электрической энергии, в европейской программе написано, там, план Б, он прям так и называется, значит, получение, значит, вот, альтернативным образом, значит, помимо, значит, прямые источники электрической энергии. Значит, это прописано, они это осознают, не только мы, там, так сказать, такие умные, что вот там, нам, вот, Сергей Годин как-то говорил, что вот он работает, над этим вопросом, но мы, мы под прицелом держим, что на самом деле, так сказать, вполне возможно, что можно, коль скоро, так сказать, есть радиоизотопные источники, если у нас идут процессы а-ля ядерные, мы можем получить тоже, так сказать, прямое преобразование электрической энергии на выходе. Значит, это записано в программных документах Европы, еще раз вам говорю, значит, поэтому, мое пожелание, поизучайте эти документы, там много подсказок, и чтобы не делать велосипед по-новому, значит, ну, если сделан этот вот реактор там с коэффициентом 800, ну, почему бы его, так сказать, Бажутов говорил, шестерка у него, но теперь-то видно, что это Мизуна, ну, надо посмотреть его, что, так сказать, Анатолий Иванович, ну, ты же резюмируешь, а ты уже 15 минут говоришь, ну, ты как-то вот подведи итог, все-таки. Значит, значит, итог мой простой, значит, используйте вот эти вот доклады для своей текущей деятельности, значит, и для того, чтобы, даст Бог, мы все-таки соберем силенки, и будет этот центр организован по новой, вот, так сказать, физике, вот, ядерных процессов в твердых телах, и тогда потребуется программа национальная, которую надо уже сейчас думать, как формировать, и какие задачи будут во главе. Что там странные частицы, их считанное количество, что уперлись туда, царапины увидели, их штук, 10 штук на 10 дней, ну и что? А тепло идет и идет. Разве это главное? Ради чего вы собрались-то? Царапины, что ли, изучали? Ну, 800 это серьезно, да, я могу сказать. Да, я согласен с Анатолием Ивановичем полностью, да, что нужно электричество и тепло, нужно энергию прежде всего смотреть. И она появляется, и я не совсем согласен еще, что, как бы, связано это со странным излучением, хотя это может быть, дело тут может быть гораздо сложнее. Неизвестным излучением. Неизвестным излучением, да, и эти вещи появляются даже в отсутствии водорода. Да, иногда... Нет, вот, Сереж, относительно вот водорода, я все-таки напрочь сторонник того, что без водорода ничего не будет, и нанокластеры это хорошая подсказка природы. Мы выходим вот на новую физику, по сути дела, изучение, взаимодействие водорода с нанокластерами. Там, получается, самые лучшие результаты на сегодняшний день. Это удельная энергия. Ну, японцы уже 10 раз говорили, в 10 работах. Мне кажется, шире надо смотреть, шире надо на все это дело смотреть. Вы смотрите, в экспериментах, про которые рассказывал Юрий Евдокимов, да, и Уэлова, там же водорода-то не было. А все эти эффекты проявлялись, и тепловые... Ну, и что, царапины, что ли, проявлялись? Где энергетика? Воды полно, а вода... Потом, смотрите, вот Юрий Евдокимов рассказывал, что в полдень и в пасмурную погоду это все проявляется. Ярче проявляется. Ярче проявляется. Мы тут буквально недавно обнаружили, что ночью они вообще не проявляются. Вот. Я с вами полностью согласен, что в полдень как бы максимум проявления этих эффектов. Ну, разряд мы делали, дуговой разряд делали в растворе глицерина. 30% на раствор глицерина. Вот это водород, извиняюсь. Там водород навалом. Конечно. И там всегда водород. Безусловно. Среды могут быть совершенно разные. Друзья, значит, Анатолий Иванович... Толь, ну ты все сказал? Я все сказал. Спасибо. Значит, ну я вот хочу обратить еще на одну вещь внимание, которую вот некоторые люди понимают, вот типа меня, например, типа Валя Бетюрина, вот там еще там кто-то может быть. Но вот я хочу все-таки прокомментировать относительно марсианской программы. Смотрите, какая интересная вещь вот мне сейчас пришла в голову, когда вот Анатолий Иванович поговорил про марсианскую программу НАСА. Дело в том, что если удастся получать из никеля этот самый гелий, да, да, причем еще очень хорошо нагретый, то те, кто занимается газовой динамикой, знают прекрасно, что высокий удельный импульс, он зависит, он, чем меньше масса молекулы, тем выше удельный импульс. И тем выше удельный импульс, чем выше температура. Поэтому это очень хороший, хороший двигатель можно построить, если ты из металла будешь почему-то делать, почему-то делать этот самый гелий там три или четыре, например, то фантастический двигатель можно получить. Друзья, значит, спасибо, очень интересная затравочная такая у нас получилась по-английски это слово kick-up, вот, Шура Надежды на эти слова знает, мы их тут случайно как-то узнаем совершенно. Kick-up это подача по сути дела, когда вот выбивает безболиста, вот kick-up получается там, так, футболист какой-нибудь. Вот у нас kick-up получился, kick-up вернее, извините, kick-up значит, вот получился kick-up на нашей осенней сессии. Я попробую на следующей неделе что-то тоже про нашу программу сказать, как получится, не знаю, вот, ну и прошу вас всех готовить доклады, рассказы, вот может быть Сережа Годин, Сергей, вот через неделю, через две недели, на второй декабря можно было бы тебя попросить? Ну, надо с Вадимом, который в Москве остался посоветоваться, да. Посоветуйся. К сожалению, про нынешние мои опыты я пока не могу рассказывать, потому что есть ну понятно, ты там встретишься, ну ты хотя бы нам намекни, получается чего-то? Да, получается. Значит, Валер, ну я тебе напомню, что вот по поводу регистрации нейтронов нам обещал профессор Стрелков из Дубны сделать некий обзор, который вот он Стрелкова там обещал, да, который обещал Стрелкова подтянуть, ну вот, да, может быть, может быть они, да. Тогда, Сереж, ну посоветуйся, если что-то, то предлагайся. Ну, по энергониве только могу последние как бы результаты какие-то рассказать коротенько. Друзья, тогда на этом позвольте конференцию нашу сегодняшний вебинар сегодняшний завершить. Вы получите значит где-то через несколько дней получите письма от меня, в которых будет обозначено адрес для входа тот же, который вот вы сейчас входили, потому что это повторяющаяся конференция. На этом позвольте мне закончить наше сегодняшнее заседание и это самое Юрий Докимов напоминаю, что минут через 10 давайте соберемся опять. Друзья, спасибо, завершаю. Спасибо. Спасибо. .